В Бобруйске единый день информирования. Основная локация – жилищное ремонтно-эксплуатационное управление Первомайского района. Среди тем – пожарная безопасность, развитие системы здравоохранения, массовая вакцинация. Последнее, к слову, становится главной. Рассказали, сколько человек заболело, какие методы есть. И то, что основной метод – это только прививка, которая может обезопасить нас и наших родственников в том числе. Для Лилии Скачок прививка – дело привычное. Каждый год женщина защищается от гриппа. Признается, желание вакцинироваться от COVID-19 появилось давно. Но поход в поликлинику все откладывала на потом. Когда предложили на работе, сразу согласилась. Сегодня получает первый компонент от опасной болезни. Я сразу же с первого почти дня решила, что были сомнения. Кто что говорил, кто за, кто был против. Но сейчас, как пошел вообще еще какой-то новый этот вирус, все, я решила, что надо действовать. На коммунальном предприятии Первомайского района медики впервые. В зале 43 человека. Специалисты делятся с пришедшими полезной информацией и отвечают на вопросы. В частности, врачи объясняют. Для безопасности нас самих, наших родителей, детей, всех близких, действительно важно пойти и сделать прививку. Пока свой выбор в пользу вакцинации делают 50% работников. Естественно, мы будем продолжать дальше, приглашать людей, потому что помещение немножко у нас маленькое. Тоже нужно соблюдать социальную дистанцию. Тем временем в Беларуси привито уже более 1 миллиона человек. Поликлиники, предприятия, рынки, торговые центры. Мест, где можно получить прививку, достаточно. Стоит отметить, коллективный иммунитет сработает, если полный курс пройдут 70% населения.